В Польше очень интересная природа, приятный климат. Довольно свободно в Польше. Чистота – это очень важная вещь здесь. Польша славится своими качественными сервисами. Привет! Сегодня я расскажу про плюсы жизни в Польше, которые нас удержали тут на столько лет, точнее на шесть. Кстати, я предварительно задала этот же вопрос своим родным, и большая часть плюсов у нас с ними совпала. Одним из главных для меня плюсов в Польше стала безопасность. 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 То есть по приезде сюда через некоторое время я перестала задумываться, выходя на улицу, опасно ли там и так далее. Просто об этом перестаешь думать, это круто. Ребенок может возвращаться домой из школы сам, гулять во дворе, и тоже не беспокоишься об этом. Ну, единственная такая, может быть, опасность – это встреча с группой кабанов вечером в парке. Другой важный плюс – это чистота. По-моему, у поляков есть пунктик на чистоте, и судя по состоянию их квартир, они действительно очень трепетно относятся к этому вопросу, и это распространяется не только на квартиры внутри, но и на лестничные клетки, на ощетле, то есть это так называемые территории вокруг дома. Нельзя не отметить чистоту дворов, улиц, самих домов. Везде есть разные корзины для мусора, то есть отдельно для стекла, пластика или бумаги. Очень-очень чисто. Фактически ни разу не чувствовала вот такой брезгливости, где бы ни находилась. Тоже относится, кстати, и к старым домам в центре, например, Варшавы, которые еще советских лет постройки. Они, конечно, в чем-то страшные такие, но все равно, в общем-то, на лестницах, лифтах чисто. Так выглядит помойка. Третий плюс Польши – это инфраструктура. Везде есть много велосипедных и пешеходных дорожек, например, вот эта, которая ведет по Висле прямо к центру. В каждом закрытом дворе есть своя детская площадка и магазин в шаговой доступности. Детские сады и школы находятся все в шаговой доступности. То есть в редких случаях тебе там надо ехать до школы, ну, максимум, может, там 1-2 километра. В основном это все пешая доступность. Очень хорошее сообщение между городами. Курсируют автобусы, там, двухэтажные, одноэтажные, с Wi-Fi, кондиционером, поэтому, в принципе, по несколько раз в день. И ты можешь доехать из одного города в другой совершенно спокойно. Некоторые даже ездят на работу из одного города в другой несколько часов, потом возвращаются. Никаких проблем нет. Еще один важный плюс. Больше это, я бы сказала так, младшее школьное и дошкольное образование. Отличные просто детские сады, ясли, что очень важно. Здесь есть ясли для детей от 5 месяцев, что, в общем, большая редкость, по крайней мере, для России. Да, ты отдаешь ребенка, который еще не ходит, фактически только ползает, или просто еще даже не сидит. И за вот год почти посещения ясель, никаких, в общем-то, проблем, хотя у нас двое детей и, в общем, маленького очень возраста, мы ни с чем не столкнулись. Ну, и даже так называемые инфекции, но они везде есть, но не могу сказать, что это вот такой постоянной прям болезнь, потому что, опять же, чисто и соблюдены все санитарные нормы. Детские сады частные и государственные не сильно отличаются, может быть, только по количеству детей. В целом, по оборудованию, по отношению к детям похоже. Единственное, что в государственных детских садах есть очередь, частные детские сады платные, стоят там где-то 200-250 евро на ребенка, но это целый день с питанием, ну и с полной, соответственно, загрузкой ребенка. Младшее школьное образование, то есть вот начальная школа, она бесплатная, обязательно, отлично устроена, то есть не нужно бегать и договариваться с каким-нибудь там, не знаю, начальником РАНО или подыскивать какую-то специальную школу, потому что, в принципе, они все одного уровня, более-менее, да, там рейтинг может у них немножко отличаться, но в целом, то есть по месту жительства ты приходишь в школу и тебя фактически в этот же день или на следующий, если ты приносишь документы, это там свидетельство о рождении и даже не помню, что еще, по-моему, то ли медицинская карта, то ли, а может быть, какая-то справка с предыдущей школы. Я была в начальной школе у своих внуков и внука и внучки на собрании, вот, также присутствовали родители, ну, сколько это было, там, 25 человек в классе, допустим, но что приятно было для меня, то, что дети, приехавшие из России, их обучали учителя бесплатно польскому языку, а внучка еще получила потом стипендию за хорошую учебу, это было вообще для меня нонсенс, я к этому была не готова. После окончания младшей школы ты поступаешь в лицей в зависимости от количества баллов на экзаменах итоговых и оценок. Лицей бывают разные, бывают лицеи с уклоном в языки, двуязычный, где ты можешь написать программу, написать экзамен IB, который принимается во всех странах Европы, в Америке, бывают спортивные лицеи, в целом все лицеи имеют какой-то уклон, например, биологически-химически, если хочешь стать врачом, или математически-физически, если инженером. Польша славится своим качественным сервисом. Что мне нравится в Польше, что приди ты в отель, там, пять звезд, либо в какое-нибудь придорожное кафе, в принципе, уровень сервиса будет похожа. То есть, опять же, будет некий уровень чистоты, да, то есть, ты не почувствуешь большой разницы, ну, по крайней мере, я говорю про, в данном случае, про столицу, да, и район рядом. Столица не буду говорить за всю Польшу. И, конечно, уровень сервиса, салфеточки, внимание, всякие финтифлюшки, но, действительно, страна, в общем, такого высокого уровня сервиса, то, чего, например, я не видела в других западноевропейских странах. Поэтому, очень-очень комфортно будешь себя чувствовать. При этом, естественно, очень важным плюсом Польши является дешевизна. Дешевизна по сравнению с другими странами Европы, по крайней мере, западной, может быть, там, восточной, даже Болгария, она сопоставима или даже чуть дешевле. Польша, конечно, дешевая страна при хорошем уровне сервиса. Салатка играет с ним два раза в день, и перс с курчаком. Купер с курчаком. Еще один важный плюс Польши это природа и климат. Ощущение, что живешь в заповеднике, потому что без конца пают птицы, прыгают белки, причем постоянно гуляют кабаны, как я говорила ранее. плюс очень хороший климат, то есть полгода здесь комфортно и тепло, около 20 градусов, 15 это минимум. Полгода зима, но она тоже очень комфортная, приятная, редко температура падает ниже нуля, то есть в основном это 5-10 градусов, то есть ограничиваешься пальто. Тебе достаточно, особенно по сравнению с Петербургом, откуда мы родом. В общем, это стало таким приятным для нас бонусом. Если в Питере сырость, к сожалению, частые дожди, то здесь тоже дожди были вот этой весной и этим летом, но они проходят и все высыхает. Песок. Здесь, конечно, более благоприятный климат, если сравнивать с Петербургом. Из минусов очень много клещей весной и летом. Мне в ухо залетело. Напишите, пожалуйста, в комментариях плюсы жизни в Польше для вас, ну, если таковые есть. А обязательно в один из следующих разов мы обсудим минусы, потому что таковые тоже, естественно, есть и чем дольше здесь живешь, тем, естественно, их больше находишь. И подписывайтесь. Пока.